Нельзя бросать просто так. Если вы уже связаны узами брака с человеком, бросать просто так нельзя. Ну, в этом заключается аскеза. Это как тюрьма, понимаете? Из тюрьмы сбежал, дальше еще хуже будет, получишь больше срок. Поэтому нужно молиться, и вы скажете, а как понять, что все уже? Вот как понять, что все уже, как бы я могу дальше идти по жизни? Не всю жизнь же мне приклеенным к этому человеку быть, который ни со мной да жить не хочет. Это понимается по сердцу. Вот вы молитесь, да, и у вас в сердце есть тяжесть по отношению к человеку. Он плохой, там, не могу жить с ним, мне тяжело с ним. Понимаете, вы молитесь, 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 желаете ему счастья, ставьте условия ему там, ставьте срок. И придет время, у вас сердце такое, вот он какой есть, такой есть, а у меня в сердце легкость, у меня все нормально. У меня к нему претензий нет, у него ко мне претензий нет, как мне кажется. Ну, или у него может есть, это его дело. Но у меня нет претензий, у меня в сердце легкость, все нормально. И в это время даже вам не надо будет Олега Геннадьевича спрашивать. Вы почувствуете, что можно поставить точку. И вы можете дальше спокойно жить, и у вас будет другой хороший человек обязательно. Если вы выполняете все условия правильной жизни, ведете праведную жизнь, то тогда Бог всегда награждает такого человека. Вы думаете, я теряю время с этим человеком. Вы не теряете время, потому что если вы его бросите, вот тогда вы потеряете время. У вас будет много лет, знаете, когда ты бросаешь человека, надо еще, там и такие понятия, как промежуточный брак есть. Если жестоко бросаешь, то тебе придется еще в одних отношениях прожить, чтобы тебя бросили. А только следующие уже будут нормальные. Может быть ты и спасешь эти отношения, но опять скрипя зубами, опять тебе через себя придется перешагивать точно так же. Понимаете? Только там ситуация противоположная, там тебя бросают, и ты возвращаешь человека, любя его. А тут ты как бы сам не хочешь жить с этим человеком, и не уходишь, а терпишь его. Ну и то, и другое одинаково. У тебя нет личной жизни в это время. Что от человека в такой ситуации может помочь? Не надо думать, что только семейная жизнь приносит человеку счастье. Человек должен быть счастлив среди людей, среди природы, среди Бога. Запомните, это главное счастье, которое человек должен в жизни получать. А семейной жизни надо, это осторожно надо к ней относиться. Когда-то счастье приходит, слава Богу, когда-то не приходит, ничего страшного. Осторожно, не надо надеяться на семейную жизнь. Как только начал на нее надеяться, там и пошли страдания сразу. За крючок сразу судьба и берет. Она всегда людей судьба берет только через семейную жизнь. За крючок. И там столько опасностей. То ребенком что-то случилось, то с мужем, то еще что-то, то там налоговая пришла, там инспекция еще что-то сделала с тобой и так далее. Всякие проблемы там, то здесь. Так действует судьба. И ты, если как бы не привязан, но не привязан, означает к чему-то другому привязан. Человек не может быть не привязан вообще. Он к чему-то другому привязан. Если человек сильно чувствует счастье от природы, от Бога, от людей добрых, глубь благость ходит, то он может реально просить прощения. У него есть силы. Субтитры создавал DimaTorzok Как так можно просить прощения? Когда ты наполненный. Не то, что все попросят прощения. Вот мы ждем, когда близкий человек попросит. Это уже все зависит от его возможностей. Некоторые вообще не могут просить прощения, у них нет силы. Но просите сами тогда. Подойдите, попросите прощения. Прости меня, дорогая, за то, что ты меня укусила, да? Помните с этого стиха? Сами попросите, если он не может. Надо же как-то отношения восстанавливать. Видите, природа. Не плачь, моя женика зазряла. Сушатся, садушка, не плачь. Кари глазки от меня не прячь. Ты обиделась на меня. Ты вневалась на меня. Ты, прости, мой я, виноват за мои глупые слова. Красиво? Вот а почему откуда кори глазки от меня не прячь? Откуда это все? Я сейчас вам расскажу, откуда это. Это древняя культура ведическая. В ведической культуре считается, что женщина имеет божественную природу. Эта супруга Господа дает женщине красоту. Она не сама у нее возникает. Эта супруга Господа наделяет женщину красотой. Поэтому, когда мужчина относится к женщине как богине, даже слово девушка, значит, девушка. На санскрите дев – это божественное существо, как ангел. Девушка значит божественное. Понимаете? И тоже на хинде, допустим, деви – тоже божественное. А на санскрите к мужу обращаются прабу. Прабу означает господин. То есть она деви, он господин. Ну, то есть эта правильная культура означает учиться видеть божественное друг к другу и обращаться именно так. Вот тут такой мужчина, что в нем божественно? В нем божественно – это воля, власть, сила, разум. И надо так к ним обращаться. Ты разумный, ты сильный, могущественный господин. А в девушке с чем заключается божественность? Красота, нежность, ласковость, чистота. Ты чистая, ласковая, нежная, божественная. Зачем нужно такое обращение? Это обращение устанавливает правильное отношение. Если хочешь с милостью иметь дело, значит будешь иметь дело с милостью. Если хочешь с чем-то другим, значит с другим. Можно же к женщине девушке обращаться по-другому. Здесь разные слова. И к мужчине тоже. Но если ты обращаешься очень возвышенно, тогда ты будешь с возвышенным иметь дело. Через нее тогда будет действовать Бог и дарит тебе милость. А если ты обращаешься низменно, значит тогда твоя судьба через нее будет действовать и коцать тебя. То же самое через мужчину. Ну как ты обращаешься, то и получишь. Каждый мужчине есть божественное. Мужчина очень благородно может относиться к женщине, если к нему как благородному существу обращаться. Эй, Васька! А других мужики как белебедушки, а у меня бедоносец. Помните любовь и голубь? Ну вот они пьяницами стали. Что у мамы, что у дочки. Одно обращение. Да, вспомните, как одинаковое отношение к мужьям. Результат тоже одинаковый. Оба спиваться начали. Почему? Потому что какое обращение, такой результат. Даже если человек предал, надо держаться на расстоянии. И когда он приходит к тебе, я хочу с тобой поговорить. Надо ему сказать, я могу разговаривать только со своим мужем. У меня чистый, светлый муж, который никогда меня не предает. И я его таким знала и таким буду знать. А то, что сейчас перед мной стоит, это не мой муж. Это тоже чистое, светлое обращение.